Продолжение следует... Все потому что опыт эксплуатации Next Gen'а должен быть максимальный. С другой стороны, кто-то возможно скажет, что полтора месяца это ни о чем, такую консоль нужно прогонять на протяжении хотя бы полугода, и скорее всего эти люди будут даже правы, потому что учитывая потенциальные возможности этих игровых оборудований, а приобретают их минимум лет на 6-7, то как они себя проявят хотя бы в первые полгода или даже год, очень важно. И скорее всего, именно через полгода я сделаю второй видос, который будет явно полезен тем, кто не особо торопится с покупкой, потому что им пока хватает пастгена, а пастген будет адекватно поддерживаться в плане новинок хотя бы год, я надеюсь то, что год, учитывая, что в той же Японии производство PS4 уже успели свернуть. 21-й год едва наступил, а пиздец уже начался. Я пока не буду углубляться серьезно к таким моментам, как шум консоли, износ геймпада и прочим подобным аспектам, потому что для этого почти двух месяцев эксплуатации явно мало. Но одно могу сказать уже точно, стартовая линейка PlayStation 5 не обошлась без проблем, но справедливости ради, если сравнить ее со стартом PlayStation 4, у которой был огромный процент брака, как летящие приводы, отвратительные материалы, геймпады, перегревы, слабый Wi-Fi, PlayStation 5 таких проблем, можно сказать, практически не имеет, и это я сейчас говорю не только за свой экземпляр, ведь если бы был серьезный процент брака, об этом бы просто орал весь интернет. Если люди пока молчат, значит в целом старт первых ревизий более-менее прошел удачно. В свою же очередь это дало огромный профит стаду перекупщиков, несмотря на то, что купить консоль за адекватные деньги сейчас проблемно, люди на полном серьезе готовы доплачивать тупо за воздух 10 тысяч рублей, 20, 30, вплоть до итоговой суммы в 100 и более тысяч рублей. Я вас умоляю, не делайте этого. Я понимаю то, что соблазн порой туманит разум, кто-то реально имеет большие деньги, он будет готов переплатить за консоль чуть ли не двойную, а то и тройную сумму, но тем самым вы будете потворствовать этой челяди. Как обычно говорят, спрос рождает предложение, дайте им средства и все пойдет по новой. Сперва были выкупы предзаказов через ботов, скоро будут подсылать левых людей выкупать консоль из прилавков, не давайте этим тварям такой возможности. Они закупились товаром с целью навариться, чтобы было на что покушать, вот пускай эти консоли они по итогу сами жрут. Да, в новый год я просто воплощение всего добра. Поймите, я не против перепродаж, законы рынка всегда очевидны, купи дешевле, продай подороже. Я против того, чтобы этим нагло пользовались, не более. Ролик получился довольно большой, я говорю сразу, на него я потратил много сил и времени, даже скажу больше. Мне пришлось переделывать чуть ли не половину, потому что изначально получилась какая-то слишком сумбурная билиберда. И для удобства, на ползунке я выделил все необходимые тайм-коды. Если нет времени смотреть все, а лишь что-то конкретное, можете спокойно мотать. Но только не рекламу, кто промотает, у того хуй на пятки вырастет, я предупредил. Новый год уже подходит к концу, однако праздники на этом не заканчиваются, ведь скоро будет 23 февраля, 8 марта, чей-то день рождения и так далее. Поводов побаловать себя или сделать подарок родным их будет много, однако не всегда нужна какая-то конкретная дата в календаре, чтобы сделать приятное близким. Ну вот, к примеру, если бы года два назад мне подарили вот такой игровой коврик, я был бы несказан на это, Мурат. Да, представьте себе, имба Энерджи умеет делать не только знакомые нам игровые энергетики, но еще и игровые ковры в разных композициях отличного качества. Он очень большой и удобный, обеспечивает идеальное скольжение мыши, а за счет своих размеров почти не ограничивает область маневра. Совсем недавно на сайте появились 4 интересные новинки под разное настроение, но лично я предпочел что-то более стандартное. Вы же можете взять что пожелаете, да еще и с приятной скидкой в 25% по моему промокоду, но только спеши, действие моей скидки не будет длиться вечно и действует только на ковры. Ну а если охота сэкономить не только на коврах, а, к примеру, кинуть в корзину еще пару зиплоков с энергетиком или шейкером, то обязательно воспользуйся акцией на товары с желтыми ценниками и получи скидку в 18% на определенный перечень товаров. Учти, что акции на этом не заканчиваются и на регулярной основе имба Энерджи подкидывает самые разнообразные предложения. А следовательно, переходи по ссылке в описании, затаривайся по полной и прокачивай свой игровой скилл как можно скорее. Я считаю нужным начать обзор с самого геймпада, все потому что это самый важный элемент любой консоли. От того, насколько хорошо изготовлен, собран и реализован геймпад, это прямо зависит на эмоции игрока, удовольствия при самом прохождении, и если играть с ним неудобно, то это мгновенно может перечеркнуть все преимущества самой консоли. Да, это такая небольшая подводка к тому, что новый DualSense оставил весьма двоякое впечатление после эксплуатации. Где-то мне он понравился очень, где-то выбешивает до сих пор, но давайте пока начнем с хорошего. Сам геймпад довольно удобный, по крайней мере в плане охвата, тактильно ощущается приятно из-за хорошего гладкого пластика, задняя часть имеет такое слегка шершавенькое покрытие, и скорее всего многие знают, что это не просто текстура, а мелкие логотипы PlayStation. Если сравнивать геймпад с четвертым DualShock, различия между ними очень большие, что конечно на Sony не очень-то и похоже, особенно если вспомнить поколение с PlayStation 1 до PlayStation 3, где геймпады-то толком-то и не менялись в плане формы. Да, визуально сходство между последними поколениями есть, но они лишь визуально и тактильно, это два разных контроллера. Охват чем-то стал напоминать геймпад от Xbox 360, который на мой взгляд был практически эталоном в плане эргономики, он мог подойти чуть ли не всем, чего нельзя было сказать про четвертый DualShock. Мне лично он подходил идеально, особенно в шутерах, но частенько некоторые подписчики писали то, что с ним играть было неудобно. Хват не такой, стики не такие, DualSense возможно таких проблем не вызовет. В плане стиков я думаю уж точно, они наконец-то стали юзабельнее без каких-либо накладок или грибков. Но смутить может кое-что другое, и это вибрация. Но о ее костылях мы поговорим чуть попозже, давайте продолжим говорить о хорошем. Я думаю вряд ли вы найдете такой обзор, где хотя бы поверхностно не приводили вибрацию, как что-то такое новое в плане игрового погружения, но реальность такова, что это правда. Геймпад действительно работает так, как везде его рекламировали. Вот только есть огромное количество НО. Из шести популярных игр, которыми я располагаю для PlayStation 5, есть только одна, которая действительно раскрывает потенциал DualSense'а прям на полную катушку. И прикол в том, что эту игру я даже не покупал. Это Astro Playroom. Формально это даже не игра, это просто специальная технодемка, хоть и ее можно пройти полностью за пару часов, но именно этих пары часов достаточно, чтобы понять, насколько же игру, блядь, можно реально ощутить, а не просто хлопать глазами и пускать слюни от графона. Тактильная отдача работает от всего. Любые действия, будь то ходьба, прыжки, драки, эффекты адаптивных триггеров, которым добавили сопротивление, ты стреляешь из лука, тебе тяжело стрелять, потому что ты якобы натягиваешь тетиву. Ты стреляешь из оружия, и триггер буквально превращается в курок, и ощущается каждый выстрел, каждая пуля, будь то от пистолета или пулемета. Вот это и есть Next Gen. На современных консолях стала лучше не только графика, но и погружение. Это в буквальном смысле 4D гейминг. Где, скажите мне, хоть что-то подобное есть на ПК или Иксбоксе? Ну, кстати говоря, если говорить о боксе, на самом деле этой консоли тоже, может быть, что-то там перепадет, потому что еще в прошлом году всплыл один такой интересный патент, правда, на реализацию адаптивных триггеров, с похожим или, может, даже усовершенствованной технологией, как у DualSense, а самой вибрации нет ни слова. Непонятно только то, что это будет вообще за геймпад, либо Elite 3, может быть, другая ревизия стандартных вариантов, что было бы более логично. Печально только то, что если мы говорим уже о каких-то более серьезных играх, то там магия тактильной отдачи и приколов с триггерами, она немножко сдувается. Тот же Demon's Souls в плане вибраций немножко обрезан, но все равно ощущается интересно, а вот технология с триггерами применима только при стрельбе из лука. Человек-паук Майлз Моралес, там вибрация почти неотличима от той, что мы привыкли, но есть поддержка адаптивных триггеров при полете на паутине, есть такое легкое, приятное сопротивление, будто ты реально нажимаешь на кнопку спуска паутины, а через динамик геймпада ты слышишь звук этой паутины, это охуенное просто погружение. Абсолютно так же реализован Watch Dogs Legion, вибрация в основном стоковая, но курки заточены под выстрелы пушек, причем не абы как, а очень даже хорошо. Но вот больше всего меня поразила Вальгала. Там нихуя ничего нет, никакой адаптации под новый геймпад, ни тактильной отдачи, ни новой технологии курков, никаких, даже минимальных функций погружения, это что вообще за позор? Кто-то может быть скажет, ну, это ж логично, игра все-таки кросс-ген, выходила на старые консоли, вот поэтому поддержки и нет, а ВДшка у нас, блядь, не выходила на паст-ген, и Мортал Феникс Райзен, наверное, тоже. Эти игры имеют хотя бы базовый функционал, а Вальгал у нас какая-то охуеть особенная, а что вообще за бред? Вы понимаете, что это, как минимум, первые звоночки к тому, что подобное может произойти с большинством игр, по крайней мере, класса ААА. Сперва на это забивают хуй одни разработчики, дальше подтягиваются другие, пройдет год, и вся эта магия будет добавляться либо спустя рукава, либо вообще превратиться в рудимент. Это если что, я вот так вот незаметно из плюсов перешел постепенно к минусам, а минус это поддержка технологии, она у всех либо обрезана, либо ее у кого-то нет вообще. Остальные моменты будет уже довольно сложно отнести к недостаткам, все потому, что это скорее следствие всех наворотов. Одно из таких — это автономность. Дуалсенс в целом заряд держит нормально, гораздо лучше дуалшока, по крайней мере в тех проектах, где вибрация стоковая. В том же Ассасинс Криде геймпад спокойно доживает примерно 12-13 часов, запуская уже что-то реализованное. Не через жопу, автономность может снизиться примерно на 2 или 3 часа, в зависимости от интенсивности вибрации, сильная она или слабая. Я лично советую через настройки ее понизить до средней, а лучше до минимальной, даже не ради лишних пары часов без проводов, не потому, что геймпад ощущается как перфоратор, из-за постоянной интенсивной вибрации, особенно той, что по умолчанию руки страшно начинают потеть уже через полчаса. Помните такую старую рекламу поясов для похудания, где за счет вибрации у вас будет выделяться пот, и вместе с ним будет выходить и жир? Вот представьте, что этот пояс и есть дуалсенс. Уже через час и более, не отпуская геймпад, у вас руки становятся буквально мокрыми. Ну не помню я, чтобы играя с дуалшоком или xbox контроллером, я настолько часто вытирал руки о штаны или диван. Из-за этого, если раньше покупка дополнительных кожухов для геймпада была ну чисто такая рекомендация, люди их покупали в основном по желанию, то сейчас, мне кажется, это уже обязательный элемент. Вот только в продаже их еще толком нет. Но ведь сзади есть шершавое покрытие, оно что, не предотвращает от скольжения? Да на самом деле нет, я вам даже скажу больше, оно провоцирует, чтобы рука скользила еще сильнее, потому что текстура очень мелкая, надо было сделать чуть грубее, я еще молчу про то, как же она страшно пачкается. Дуалсенс нужно регулярно протирать губкой, если вы не хотите, чтобы через полгода, год он стал желтым от пота. Вердикт насчет геймпада будет такой, форма стала более эргономичная, охват хорошей стики тоже, но если вы захотите прикоснуться к магии, тактильной отдаче и улучшенным триггерам, кладите с собой полотенце или снижайте интенсивность вибрации. Третьего не дано. Это будет один из таких этапов, где я буду ворчать, кряхтеть, пердеть, как старый дед, потому что накипело. Скорее всего, многие будут воспринимать эти грабли за банальную субъективщину, но на практике выходит так, что подавляющее число игроков разделяют мое мнение и в первую очередь эта проблема связана с дизайном. Да, я про это уже говорил не раз и не два, но мне посрать, если будет надо, я повторю и в десятый. Понимаете, до этого к дизайнерам Sony я относился с довольно большим пиететом, потому что они не пытались, что называется, достать до луны. Консоли они делали вроде как с упором на игры, но дизайном они показывали, что это не просто игрушка, а вполне серьезное медиаустройство. Мультимедийный комбайн, назову это так. Мы можем посмотреть кино, телевидение, послушать музыку, начиная с PlayStation 2, это было устройство из разряда все в одном. Ну, практически все в одном. Следовательно, из-за этого дизайн был почти всегда относительно спокойный, не сильно выделяющийся, консоли смотрелись, что с телевизором, что с монитором, относительно органично. Глядя на PlayStation 5, я просто не понимаю, на что это, блять, похоже. Возможно, будь мне лет за 50, не понимающий в игры индустрии почти нихуя, я бы просто подумал, то что на столе или возле телека кто-то решил поставить себе компьютер, все потому, что из-за веса и общих габаритов PlayStation 5 реально похоже не на консоль, а на какой-то компьютер, причем с крайне вычурным дизайном. Одним из таких аргументов, которые мы, соснольчики, всегда любили выебываться, это то, что консоль мобильнее любого игрового ПК, запихни ее в портфель и езжай с ней к друзьям, на дачу, на вписку, да куда угодно. Сейчас этого преимущества почти нет. Ну, то есть нет, консоль все равно можно положить в пакет, чемодан, то есть какая-то призрачная мобильность все равно осталась, но это уже не то, особенно из-за выпирающих элементов боковых панелей, где положит и консоль как-то не так, они просто могут отломиться. Я еще молчу про убогий глянец, который моментально дешевит консоль, теряет практичность, он царапается, это красиво, возможно, только из коробки, но пройдет пару недель и от эстетики не остается ничего. Кстати говоря, на канале выходил ролик, как можно аккуратно вырезать матовую пленку, если вдруг кому-то надо, можете тыкнуть по подсказке. И я понимаю, то что сейчас повылазят малолетки и скажут, да нет, дизайн красивый, хуй ты доебался, он ведь игровой, консоль игровая, все логично, но я не буду даже с ними спорить, потому что это дети. Они в силу своего возраста не понимают, насколько дизайн бывает беспощаден к человеку, особенно если тот еще и перфекционист, а это еще страшнее. Сейчас большинство стараются придерживаться чего-то более строгого, соблюдая минимализм. К примеру, даже я вот на днях скоро буду ебашить в зале ремонт, если что, это пока чисто черновой образец, тут еще дохуячу нужно мозговать, я понимаю, что консоль возле телека будет смотреться врывеглазно. Возможно, я даже забью на покупку Digital Edition, просто возьму и спрячу консоль за телеком. О чем тут вообще, блять, можно говорить, если даже в Икеа стали появляться муляжи, чтобы перед покупкой новой тумбы, если у вас есть или скоро будет новая консоль, вы могли просто прикинуть, как она подойдет вам по размеру или дизайну. Вдумайтесь, блять, до какого маразма мы дошли, уже мебель покупаем под конкретную технику, а не наоборот. Кстати, кстати, насчет телека. За столько лет, сколько уже выходит PlayStation, из-за одного неприятного костыля в PlayStation 5, консоль уже прямо в лоб тебе говорит, что подключать ее стоит только к телевизору. Спросите, а что, раньше было как-то по-другому? Ну, как вам сказать, на практике играть, конечно, можно и за монитором, почему нет? Вот только телевизор был предпочтителен для многих из-за встроенных колонок или хорошей аудиосистемы. Играя за монитором, было два, даже почти три, путя для комфортного вывода звука, то есть это либо наушники, либо колонки с оптическим кабелем, самый край USB колонки. Для наилучшего качества звука, конечно, больше всего подходит именно оптика, но реальность такова, что из PlayStation 5 ее убрали, а на боксе она осталась. Один только вопросик есть. Нахуя! Sony, нахуя вы убрали оптику? Я понимаю, что консоль всегда позиционировалась как дополнение именно к телевизору, а все современные телеки имеют свои разъемы, но ведь не все же так играют. Забавный такой пример, я когда покупал себе саундбар, я заранее знал, что мне нужен будет вход под оптику. И я такой, окей, сейчас распакую, все нормально, подрублю, ставлю царицу раком, буду сидеть и кайфовать. А где дырка? Дырки-то, блядь, нет! Как же я тогда охуел, я не представлял, как такое дерьмо я мог не заметить при распаковке, но мне даже в голову не могло прийти, что действительно необходимое гнездо они просто взяли и убрали. А между прочим, моему телеку уже около 6 лет, я даже понятия не имел, есть ли там такой разъем, как оказалось, все на месте. Боже, какое это было облегчение. Так что, имейте в виду, что играя за монитором, нормальную акустику вы теперь хер подключите, только наушники? Нет! USB-колонки в целом тоже, какой-никакой, но вариант, но о хорошем звуке вы можете просто забыть. USB-колонки такой лютишикал, не могу их нормально слушать вообще. Ну купил бы тогда Xbox, хули тогда ворчать? Да, консоль красивая, с нужным разъемом, не отрицаю, но нахуя она мне нужна без Demon's Souls, Человека-паука и еще до кучи клевых игр, которые выйдут только на PlayStation 5 уже в этом году. Куда я дену старые игры, которые покупал в течение пяти лет? Я предупреждал, то что будет мясо, хули жалуйтесь вы тогда, хотелось бы спросить. Если уж и пергеть дальше о дизайне, то у PlayStation 5 есть еще и альтернативное горизонтальное положение, что добавляет ей небольшой универсальности, но на практике это смотрится еще хуже. Вообще, в сети есть такой слушок, вертикальное положение по умолчанию консоли дали неспроста, а для того, чтобы скрыть конструктивные косяки комплектующих, в частности, вентиляторы. Типа в горизонтальной позиции турбина может иногда трещать. Я хз, насколько эта информация вообще правдива, потому что я примерно неделю ради эксперимента гонял консоль в альтернативном положении и такого косяка лично я не обнаружил. В то же время, я не отрицаю, что подобная херня может у кого-то и всплывет, раз об этом где-то говорят. Но я откровенно не понимаю, кто вообще захочет поставить эту консоль пластом. Если к вертикальному положению худо-бедно привыкнуть можно, то горизонтально кажется, будто консоль просто упала. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык! Я, конечно, слышал то, что дизайн вещь такая, ну весьма непредсказуемая, сегодня модно одно, завтра другое, послезавтра третье, но скажите, разве это красиво? Посмотрите на PlayStation 4 в горизонтальном положении и на PlayStation 4 в вертикальном. Она, правда, без подставки, я её поломал случайно. И после этого взгляните на PlayStation 5. Стою на асфальте я в лыже обутой. То ли лыжи не еду, то ли я ебанутый. Интерфейс консоли значительно преобразился, хотя с одной стороны может показаться, что Sony просто взяли за основу то, что было на PlayStation 4 и отчасти это окажется правдой. Интерфейс у четвёртой Соньки был довольно красивым и дружелюбным, но если уже поднимать вопрос о некоторых технических, дизайнерских моментах и ещё элементов его эргономики возникало множество «но». К примеру, меня страшно раздражало то, что игры в главном экране нельзя выставить в каком-то логическом порядке, по алфавиту, жанрам или просто как я хочу. Главный экран из-за этого превращался в какую-то нелепую билиберду и иконки игры некоторых приложений распределялись по принципу приоритетности, то есть то, что ты запускал в первую очередь будет по списку левее всего, то, что ты запускал уже давно, будет правее. Много чё, конечно, фиксилось обновлениями, прошивками, но проблемы были исправлены лишь наполовину, либо прибавлялись новые. Например, Sony решили дать игрокам возможность сортировать игры, создавая папки, но дизайн иконок этих папок настолько сосал, я будто вернулся к оформлению Nokia 6300. Первое время я этими папками пользовался, потом перестал. Почему нельзя было дать возможность добавить свою картинку иконок, я не понимаю. Ещё интерфейс немножко лагал, но это была больше проблема комплектного в HDD. Пересев год назад на SSD, таких проблем я уже не замечал. Ну и последнее, это темы, действительно красивых, запоминающихся, самое важное, подходящие под оболочку и общий интерфейс консоли, сохраняя общий фэншуй оформление. Таких тем было настолько, блять, мало, из всего того, что качал лично я, таких тем было всего лишь 2-3, и то одна была системная. Всё остальное, это было безвкусное уродство. Каламбур в том, что некоторые даже толкали за деньги, и дизайном они тоже не особо блистали, а ещё смешнее всего то, что некоторый каталог тем имел привязку к регионам, поэтому самый сок иногда попадался только создавая американский аккаунт, откуда я, в принципе, и качал нормальные темы. Давайте начнём пока с последнего, из PlayStation 5 убрали темы вообще, и отчасти это даже хорошо, потому что обновлённое оформление избавляет от необходимости как-то освежить интерфейс. Ну почти. Заходя уже, допустим, в настройки, сообщения или список призов, там фон полностью серый, и поменять его нельзя, косяк это или нет, но в теории как бы да, потому что это элемент оформления, потому что однотонный цвет со временем он как-то приедается, тем более, что я сам не очень люблю серый цвет, мне больше нравится синий, красный, зелёный, по настроению я ставлю циановый, он такой более успокаивающий, приятный глазу, возможно добавят обновление, было бы, кстати, круто, если бы системные элементы можно было, ну хоть как-то освежить. Говоря уже о главном экране, темы не нужны, потому что эту роль выполняют сами игры с весьма сбалансированным оформлением, есть грамотно подобранный постер и логотип игры, и вроде бы кажется вау, как же красиво, но к сожалению в семье не без уродов. Например, взгляните на оформление Demon's Souls'а, красиво, красиво, удачный постер, логотип где надо, ничего лишнего, далее, Cyberpunk, очень красиво, несмотря на то, что игра по обратной совместимости, то же самое с Bloodborne, Человек-паук, тоже всё прекрасно, а вот теперь пошла пизда по кочкам, Watch Dogs Legion, постер, конечно нормальный, ничего не скажешь, но куда блять уехал логотип игры, почему он наверху, а не внизу, его же ведь другие системные иконки перекрывают, но зато есть надпись купить, что купить, я игру уже купил, хорошо, нажмём подробнее, что же от нас хотят, запускается трейлер игры, на кой чёрт вы мне его суёте, если я игру уже купил, окей, возможно это единичный случай, косяк, который в будущем исправят баг и прочее говно, я тоже так подумал, пока однажды не увидел оформление Immortal Fenyx Ryzen, и это просто минус глаза, что это за уродство, где нормальный постер, куда опять делся логотип, почему я снова вижу надпись купить, а не играть, а знаете почему, потому что это реклама, реклама, говноскина, за который я никогда в жизни бы и копейки не отдал, я вообще в принципе пиксельное барахло редко где покупаю, но после такого мне даже желание отпало лишним рублём поддерживать Юбисофт вот за такое свинство, многие спросят, а при чём тут вообще Юбисофт, это же ведь консоль от Сони, за оформление отвечают они, и опять же, я тоже так изначально подумал, поразило меня то, что нормальное оформление у этих последних игр присутствует, с соблюдением необходимого стандарта, но вот прикол в том, что его можно увидеть только пока консоль находится в автономном режиме, то есть не подключённая к сети, как только консоль видит вайфай, начинается пиздец, это не баг, не чья-то оплошность, это намеренное говно, и проблема в том, что от него на данный момент не избавиться никак, я вообще изначально предполагал, то что эта проблема была связана с подписками, не на сами игры, а на игровые новости, то есть у интерфейса есть один такой спорный момент, когда сама консоль включает тебе подписки, причём порой на те игры, в которые я не то чтобы не играю, даже не скачивал никогда и не покупал, вот просто берут и без твоего спроса включают, зачем, а главное нахуя, я отключал эти подписки, проблема не решилась, я искал решения в настройках, изнасиловал все опции уведомлений и прочие подобные настройки, не помогает ничего, я считаю, что за такую хуйню нужно откровенно штрафовать, блядь, я не против рекламы, ну нахуй её пихать туда, где ей априори не место, просто представьте себе, что вы купили машину, новенькую, с иголочки чистую, едва обкатанную, а на утро какой-то еблан написал или ещё хуже, нацарапал на ней рекламу быстрого заработка и не к телеграм-канала, да за такое, я бы этому фашисту хуй на лбу нацарапал, чтоб шрам остался на всю жизнь, как там говорил Шевцов, интерфейс бакса это андроид, интерфейс плейстейшн, это айос, охохохо, да айоса тут, поверьте, ещё очень далеко, оболочка-то сама ничего, но прикиньте, если бы, к примеру, в айос была бы такая хуйня, да Тим Кук бы всех выебал в очко и разорвал бы их к чёртовой матери, там каждый разработчик любого приложения ходят как по струночке, если что, я не говорю, что Шевцов где-то там умолчал в ролике, допускаю, что он мог этого даже и не знать, потому что говорил, что игры от юбиков он проходил ещё на боксе, возможно, это исправится обновлениями, вот только как скоро это произойдёт, непонятно, может вообще ничего не измениться, а представьте, что юбики не одни так хитрят, а может то ли ещё будет, поэтому на экране я укажу адрес техподдержки Sony, всем неравнодушным прошу написать просьбу что-то сделать с этим говном, желательно только скрин из моего ролика вставить, потому что чем больше поступит писем насчёт этого дерьма, тем быстрее они начнут чесаться. Касательно простоты интерфейса, отчасти всё это тоже правда, но по первой консоль всё равно поебёт мозги банально из-за непривычки. Взять в пример закрытие игры выключения консоли, где раньше ты сперва сворачивал игру нажатием кнопки PlayStation, сейчас её нужно удерживать. Выключение консоли раньше нужно было кнопку удерживать, потом выбирать пунктом выключение, перезагрузка, сонный режим, сейчас нужно нажать и листать выключение. Это конечно мелочь, то есть если PS4 у вас никогда не было, вы сразу ко всему привыкнете, прошлые владельцы будут путаться. Ну, лично я путаюсь до сих пор. Можно ещё взять в пример те же самые сообщения из тусовки, как было раньше, крестик вверх или стик вверх, выбираем сообщение, выбираем переписку, пишем сообщение. Всё, минимум действий. Всё понятно. Как на PlayStation 5? Нажимаем на кнопку PS, выбираем Game Base, выбираем друга, сообщение, посмотреть сообщение, открывается переписка. Действий стало больше. Не критично, конечно, но привыкать придётся тоже. Конечно, если кто-то напишет вам первый, можно просто нажать на уведомление и сразу откроется переписка. Всё. Из оболочки радует только одно, она хотя бы не лагает. Ну вот вообще, ещё бы она лагала с распаянным SSD. Магазин тоже обновили, оформление стало интереснее, но в принципе мне и до этого нравилось, сейчас просто стало чуть-чуть лучше, не более. Для приложений стал выделен отдельный раздел, вот только самих приложений чё-то маловато. Например, привычных для меня Иви или Кинопоиска HD их почему-то нет, хотя на PlayStation 4 всё было. Ну, хотя бы YouTube и Око оставили и на том спасибо. Остальные детали я уже разберу в последней главе. По-хорошему, этому разделу нужно уделять чуть ли не отдельный ролик, от обзора прошло уже около 20 минут, а про сами игры так ничего толком-то и не было сказано. Насчёт игр я поведаю максимально ужато, но при этом информативно. И начну с того, что... Господи! Наконец-то PlayStation смогла в 4К разрешение! Настоящее 4К без апскейла, без каких-то хитро выебанных приколов с шахматным рендерингом, да ещё и в 120 фпс с трассировкой лучей! Так бы я сказал, если бы играл роль бестолкового маркетолога. По порядку, да, на консоли действительно есть нативное 4К разрешение, но оно настоящее только в том случае, если вы готовы играть в 30 кадров, по крайней мере, в обычные сюжетные игры с открытым миром. Если это будет какая-нибудь там колу вздутия, там, конечно, будет 60, но при этом с трассировкой лучей. И это тоже правда. Насчёт самого рейтрейсинга у меня на самом деле было очень много вопросов, потому что я не совсем представлял, как в такую небольшую коробку запихнуть действительно производительное железо, да ещё и за цену бюджетного игрового ПК. Да, цена консоли не сопоставима с её себестоимостью. Некоторые аналитики примерно посчитали, что реальная стоимость консоли обходится примерно в 80-90 тысяч рублей, и то это лишь примерные цифры. Возникает тогда вопрос, а с хрена ли в консоли заявлено 120 фпс? А очень просто, технологии шахматного рендера и динамического разрешения никуда не пропали, за большое количество фпс придётся существенно заплатить разрешением. Однако, если вы владеете монитором или телевизором Full HD, вам эти проблемы не страшны, потому что самое минимальное разрешение, до которого может опуститься консоль, это Full HD. И только при условии игры в 60 фпс с трассировкой лучей. А это представьте, какая нагрузка! Так недавно случилось с новым Человеком-пауком, на старте было всего две опции вывода изображения, нативные 4к и 30 кадров, но при этом с наилучшим графоном и трассировкой лучей, либо это 60 кадров, но 4к уже с апскейлом и без трассировки. Спустя примерно месяц появилась и третья опция, 60 фпс и рейтрейсинг. Она-то и спускает разрешение, и к тому же немного влияет на детализацию объектов. Я лично сам игру так и проходил на третьем пресете, потому что у меня Full HD телек, и мне все равно графон нравился, то есть вообще проседов не помню, но это было очевидно, что для достижения максимальной производительности 4к это слишком много. Тем не менее, почти любую игру можно настроить под себя. Ну, тот же Assassin's Creed выдает 60 кадров, конечно, хорошо, но я обратил внимание, что в игре работает опция адаптивной синхронизации. Что это такое? Когда фпс слегка проседает ниже 60, вертикалка ненадолго выключается и картинка становится немножко рваной. Я не знаю, будет ли это заметно на футаже, но при игре это бросается в глаза отчетливо. А фпс, ну, иногда может так проседать. И это было весьма предсказуемо, потому что я не представлял, как такую графонистую игру можно на консоли адаптировать в 60 фпс, когда она даже на ПК у всех лагает. Assassin далеко не та игра, где нужен высокий фпс. Ей всегда хватало тридцатки, и на мой взгляд, лучше так и играть. Кстати, интересный момент. Digital Foundry, на примере Вальгалы, решили однажды прикинуть, с какой видеокартой можно сопоставить GPU консоли, и получился весьма интересный результат. Во-первых, сам графен на консоли это смесь высоких и ультравысоких настроек. При сравнении с RTX 2060 карте не хватило, ну, где-то 20% мощности, чтобы сравняться. RTX 2070 была близка, но все равно отставала где-то процентов на 10. Сравнять показатели и даже местами превзойти получилось только у RTX 2080 Ti и RTX 3070. Я не знаю, насколько эти результаты сами по себе объективны, но для общего понимания, я думаю, вы уже прикинули, что в консоли стоит относительно современное железо. А не как было в прошлый раз, когда даже Battlefield 4 сразу работал на старте в 900p, да и графен был где-то средневысокий. В таком случае появляется другой вопрос. А каких 8k обещали Sony? Даже указывали на коробке. Что получается? Наебали? Нет, никого не наебали. Надо было просто внимательно слушать и читать новости. Консоль просто совместима с 8k оборудованием за счет необходимого HDMI порта версии 2.1. Для сравнения, RTX карты только с 3000 серии получили такие порты. 8k телеки, они требуют высокой пропускной способности от провода, так что консоль спокойно работает по сути везде. Но я пока все равно не понимаю смысла этого 8k, потому что стоят они до хрена, а толку ноль. Ну, только если у вас не RTX 3090, но даже она едва справляется. Пару слов о SSD. Скажу сразу, я изначально не верил в эти бредни, что о экранах загрузки мы можем забыть раз и навсегда, потому что я хотя бы знаю, как работают твердотельные накопители. Чем сильнее они забиты информацией, тем медленнее они работают. Но тем не менее, доля правды в их словах была. Например, в новом Человеке-пауке нету экранов загрузки, так же как у Демон Солса. Загружаются они практически молниеносно. Говоря уже про что-то из разряда ААА, на загрузку требуется в среднем секунд 5, и это все равно очень быстро. Дело в том, что SSD по своей структуре он работает немножко не так, как на привычных ПК. На консоли SSD выгружает несжатые текстуры напрямую в видеопамять, без необходимости полагаться на работу процессора и драйверов. Следовательно, SSD на PlayStation 5 работает не просто как игровая файлопомойка, она оптимизирует работу самих игр, дает им возможность работать быстрее. Но канает это, конечно, только с новыми проектами. То есть, если заикаться про игры с обратной совместимостью, их высокие FPS, это уже просто следствие от общей мощности самой консоли. В каких-то проектах вам дают возможность сделать FPS повыше, где-то нет. Графон могут, кстати говоря, обновить бесплатно, но далеко не везде. Знаю только то, что в Радуге и в Mortal Kombat эти игры позволяют обновиться бесплатно до версии PlayStation 5. Но если говорить о кардинальных изменениях в плане графики, то их там толком-то и нет. А еще через знакомого узнал то, что в обновленных играх для PlayStation 5 надо выбивать платину повторно. Прошлые достижения, конечно, не слетают, просто появляется игра уже для другой консоли. Это даже, кстати, прикольно, если вы любите фармить ачивки. Сейчас вообще, в принципе, говорить хоть что-то за графон тяжело, потому что сейчас почти все, что вышло на PlayStation 5, это кросс-ген. Единственная игра, которая ощущается, ну вот реально, как некст-ген, это только Demon's Souls. Настолько графонистая, блять, получилась игра, мне прям аж даже не верится. Особенно непривычно такое наблюдать в жанре Souls-лайка. Даже в Bloodborne стало тяжело возвращаться обратно. Sony, обновите, Бладик, пожалуйста, ну вам что, сложно? Ну блять, там же не графика, а жоп какая-то. Сделайте хотя бы ремастер, да я даже куплю его повторно. Ну просто после демонов реально тяжело возвращаться обратно. Да чего же беспощаден, сука, некст-ген. Определенно какие-то моменты я мог легко пропустить, так что давайте обратимся к вопросам, которые я просил мне позадавать, и на этом будем закругляться. Как по-твоему, стоит ли настолько однозначно воспринимать новое поколение консолей, покупая PlayStation, или Xbox достойный конкурент в новом поколении? Определенно могу сказать, что обе консоли стартовали хорошо, но лучше всего, конечно, выстрелил PlayStation, потому что тот интерес, который он разыграл в плане предзаказов, до такой степени был высок, что даже сейчас купить консоль это очень большая проблема, так как спрос действительно гигантский. Xbox уже до этого топать как до Китая раком, по крайней мере в СНГ. Его купить сейчас тоже довольно проблемно, но это лишь из-за того, что многие его рассматривали как запасной варик. PlayStation нет, и люди такие, ай, ладно, возьму пока другую консоль, потом уж на Авито продам. Xbox, конечно, старается как-то держаться на плаву, проявляя хоть какую-то лояльность по отношению к потребителям в плане тех же подписок на игры, но на мой взгляд этого недостаточно. Сколько лет я играю за PlayStation, ни разу в мою голову не приходила мысль пересесть на Xbox, взять ту же подписку. Она есть и на ПК, я могу ее хоть сейчас оформить, скачать и поиграть во все то, что есть на этом самом боксе. Более того, основной каталог состоит из старых игр. Сейчас я не уверен точно в своих словах, поправьте меня если что, но новинки в Game Pass добавляют далеко не сразу, если речь не идет про эксклюзивы Microsoft. А если я такой человек, который не хочет ждать месяц, два, полгода, если выходит AAA новинка и она мне интересна, я куплю ее сразу. Поэтому для меня Xbox Pass это по сути рудимент. С другой стороны, я понимаю, что без Xbox PlayStation не сможет нормально существовать, потому что конкуренция нужна. Уйди Xbox с рынка, а где-то раза два за прошлое поколение он реально чуть не вылетел. Sony моментально расслабится, чего допускать ни в коем случае нельзя. Так что в целом да, в новом поколении Xbox достойный конкурент и если он пропадет, начнется беда. Стоит ли подождать более мощную версию? Знаете, чем мне порой противен наш русский менталитет? Тем, что люди порой либо жиру бесятся, либо порой сами не понимают, чего хотят. Масштабная проблема людей это в первую очередь их жадность. Хочется чего-то бескомпромиссного, мощного и того, чтобы хватило чуть ли не до пенсии, но такого не бывает. Ну выйдет более мощная версия года через три, что это тебе даст? А через 7-8 лет вообще выйдет новая консоль, жди тогда ее. А что? Потом и PlayStation 7 выйдет, потом 8 и так до бесконечности. Таким людям, прежде чем что-либо покупать, я советую в первую очередь разобраться со своими нравами, в противном случае вам всего будет мало. Как обстоят дела с подключением гарнитуры по USB? Да, по сути все так же, как и на PS4, ничего не поменялось, любые гарнитуры совместимы, все работает отлично. Что там со скоростью интернета? Просто PlayStation 4 очень сильно резала скорость, есть ли эта проблема на PlayStation 5? Я бы сказал, что отчасти эта проблема осталась, но по сравнению с PlayStation 4 соединение стало постабильнее, по крайней мере по Wi-Fi, а многие как раз Wi-Fi юзают. Однако на практике, что прошлая консоль, что эта, они выдают немножко пиздежную статистику с разницей порыв в 10 или 20 процентов. Если говорить про реальную скорость соединения, то к примеру с моим 150 мегабитным инетом Cyberpunk, который весит больше 100 гигов, на его закачку мне понадобилось около 6 часов. Понятное дело, что не все игры так много весят, то есть средний вес игры достигает примерно 50-60 гигов, ну то есть где-то за часа 3 скачаться успевают, ну по крайней мере у меня. Опять же, скорость нормальная, но могли бы и постараться. Как там поживает твой винил? Не отклеился ли он от потока горячего воздуха? Я не совсем понимаю, каким образом он вообще должен отклеиться, потому что горячий воздух выходит с задней стороны, а передние решетки наоборот всасывают холодной. Пленка наклеена только на лицевой стороне, там просто нет контакта с горячим воздухом. Конечно, тут еще играет роль качество самой пленки, но лично у меня проблем никаких не возникало. Поддерживается ли 2К разрешение? 1440p. Нет, увы, не поддерживается и на это есть одна причина. PlayStation 5, как и PlayStation 4, 3 и так далее всегда затачивались именно под телевизор. 2К или Quad HD разрешение в современных телевизорах не используется в силу его ненадобности, потому что есть давно 4К, под которую PlayStation 5 и пытались по-человечески адаптировать. На мой взгляд, это, конечно, косяк, потому что не все играют за телеком. Конечно, к монитору Quad HD можно подрубить консоль, но разрешение будет спускаться до 1080p и далее консоль будет как-то искусственно это разрешение растягивать до необходимого, но все равно будет получаться легкое мыло. Есть, конечно, слух, что поддержка будет добавлена позже, но, честно, я в нее особо не верю. То есть, если бы им это было надо, поддержка могла бы появиться еще со старта. А так, отсутствие 1440p лишний раз подтверждает то, что Sony не особо стремится интегрировать свои игровые продукты в экосистему ПК, делая ставку на консоль плюс ТВ. Есть такая стебная пословица «Курица не птица, баба не человек». Консоль — это не ПК. Следовательно, отсутствие ПК-шного разрешения вполне логичное объяснение. Почему ты так негативно относишься к дисководу? Он ведь сэкономит по итогу десятки тысяч. Я стал негативно относиться к дискам далеко не из-за экономии, а потому что это бесполезный кусок пластмассы. Я просто не вижу в нем какого-то огромного сакрального смысла. Потому что новинки в магазинах поступают, как правило, с задержкой чуть ли не на неделю. После инсталляции тебе все равно приходится докачивать обновления, и причем весить они могут как пол игры. Киберпанк, тот же вспомните. Диски в приводе периодически жужжат и раздражают. Сами посудите, консоль не шумит вообще. Ее не слышно, в отличие от PlayStation 4. А если уж и говорить про экономию, экономить на играх можно и по-другому, например, покупая их на двоих. А если вы скажете, что у меня нет таких друзей, у которых или имеется PlayStation 5, или есть желание, или деньги купить ту игру, какую хочу купить именно я, но это ваши проблемы, не мои. Sony проявили к вам снисхождение, привод решили оставить, пользуйтесь им как хотите. Какая вообще разница, почему я не покупаю игры на дисках, это мое личное дело. Если бы, к примеру, я работал в Sony и отвечал за проектирование продукта, то диски я бы уже давно изъял из оборота в целях экономии на производстве и логистике и направил бюджет игровым студиям либо еще куда-нибудь. Да, народ, возможно, какое-то время бы повонял, но потом все бы давно к этому привыкли. ПК-гейминг уже как лет 5 спокойно обходится без дисков. И что? Разве кто жалуется? Что стоит доработать в дизайне? Честно говоря, практически все. И я не понимаю людей, которые говорят, что дизайн у консоли какой-то революционный, олицетворяющий будущее. Что это за бред? Понравится он может только тем, кто над дизайном не особо парится. Ему важно, чтобы консоль просто работала. Таких людей я на самом деле даже уважаю, даже скажу больше, я им завидую, потому что я сам по натуре не дизайнер, уж тем более не перфекционист, но какие-то бзики субъект это дети. Не все, конечно, но по крайней мере те, которые только научили за собой смывать говно, лезут туда, куда не надо. Консоль им купят или уже купили мама с папой, все. Это лучшее, что у меня было, пошли все нахуй эта революция. У меня есть веское предположение, что конструкция консоли была сделана как будто в торопях, потому что весной были слухи, что у прототипа PlayStation 5 были серьезные проблемы с охлаждением. Выход хотели даже отложить на год, но сейчас уже непонятно, правда это или нет, так как инфа была крайне размытая. Возможно, через несколько лет, когда выйдет Slim, а за ней уже и прошка, дизайн, возможно, и пересмотрят, но я сомневаюсь, что изменения будут кардинальные, хотя, черт их знает этих японцев. Тебе она понравилась? В плане своей мощности она мне очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Консоль давно многие привыкли олицетворять как что-то не очень серьезное в плане графики, игры по 4 или 5к со средней графикой и жалкими 30 кадрами, но мне кажется, тут проблема связана не с консолью, а с самими людьми. Чего, блин, можно ожидать от устройства, имеющие потенциал на 7 лет минимум? Ультра и 60 фпс? Хорошо, назовите мне хоть один компьютер, который 4-5 лет будет стабильно в играх выдерживать ультру и 60 фпс. Я вас обломаю, таких компов нет, можете хоть усраться. Это сейчас был не намек, что консоль лучше ПК, при должных знаниях можно собрать компьютер, за которым будет реально играть 7 лет подряд. Да, он может выйти и дороже, но тем не менее, комп это не только игрушка, за ним еще поработать можно хотя бы. Да, графен к этому моменту придется тоже спускать, а что? На консоли как-то все по-другому. Ну да, у PS4 выходила версия Pro спустя 3 с лишним года, но тогда и спрос 4к телеков резко подскочил, потому нужна была хоть какая-то адаптация. Че, после этого фэтки и слимки перестали поддерживаться? Нет, работают и запускают новинки по сей день. Про случай с киберпанком советую лучше молчать. Проблемы с самой игры, криворукость разрабов, мало того, что криворукость, так еще и наглую ложь про оптимизацию, не советую списывать на консоль, лучше не позорьтесь. Конечно, то, что мы имеем на PS5 сейчас, это далеко не предел ее потенциала. Она способна на большее, надо дать разработчикам время. Большинство из того, что сейчас вышло, это кроссген. Ясное дело, что на фоне прошлого поколения разительных отличий толком-то и нет. Ну, кроме высокого FPS, трассировки лучей, старт PS4 начинался примерно так же. Игр было немного, графическое превосходство, ну или хотя бы какое-то его подобие, было только в эксклюзивах. Консоль по факту расцвела только через 3-4 года, а самый жир у нее начал появляться только под заказ. Возможно, то же самое может ждать и PS5, но я не знаю. Да и знать, если честно, не хочу. Как будет, так и будет. У консоли стоит хорошее железо, потенциал тоже нормальный, все зависит от желания разработчиков. И я сейчас говорю не только про графику, а про новые возможности геймпада. Если их забросят, будет пиздец. Ну, типа, сперва подразнят, а потом дадут заднюю. Эксклюзивов это, конечно, не коснется, они не имеют права, а вот игры класса ААА... Ну, вы меня поняли. Будущее покажет. Сейчас гадать вообще нет смысла. Возможно, лучше вообще об этом не думать, а просто играть и радоваться тому, что есть. Моментов для переживаний сейчас, поверьте, хватает, и связаны они далеко не с играми. Моменты, как сейчас выйти на улицу и не сдохнуть через месяц, особенно от штамма мутирующего ковида, который обнаружили в Британии. Это затронет кого угодно, кроме вас. Я сам в том году успел переболеть. Не понимаю до сих пор, как так легко отделался. Мир уже не будет прежним, поэтому будьте осторожны. Субтитры сделал DimaTorzok